Приветствую вас! Совершенно очевидно, что и у вас, и у вашего бывшего есть проблемы. Совершенно очевидно, что у вас с обоих есть страхи, совершенно обидно. Совершенно очевидно, что у вас с обоих есть внутренние конфликты. Я понимаю, что вам обидно, что все так и закончилось. Но для начала, для начала, конечно, нужно попробовать отношения построить. То есть не развивать их, да, вот, а построить. Это безусловно. Начало отношений все таки нужно постараться спасти. Как? Через психолога, конечно же, через грубовую работу вам, ну, с мужчиной в частности. Вот, через работу индивидуальную, друг с другом, ну, с глаза на глаз, да, и с ним, и с вами. Вот, чтобы вы не боялись, как бы оба близости, ну, вот, чтобы вы ее не пугались, чтобы она не вызывала вас в панике. Вот, и так далее. Это первое, что нужно сделать. Значит, дальше уже вы решите для себя, что вам нужно. Хотите вы быть вместе, не хотите быть вместе, то есть, ну, чтобы выбор, чтобы выбор был свободным. Да, чтобы вы могли спокойно принять решение, без каких-то стрессов, без боли, вот, без, ну, без потерь. Негатива и так далее. Вот. Значит, что еще можно сказать? Что еще можно сказать? Решение за вас, да, ну, мы, наверное, не примем. Потому что это, ну, помимо того, что нарушение профессиональной этики, и вообще это абсолютно бесполезно. Да, вот, потому что, ну, все-таки нужно, чтобы вы сами вращали, вращали свою жизнь, да, а не мы за вас. Вот. Поэтому я надеюсь, что вы вот данный аспект поймете. Вот. Значит, смотрите, что я могу сказать вам, вот, непосредственно вам. А вы говорите, что у вас бывший сожитель, да, то есть, вы с мужчиной как бы проживали без брака, без заключения брака. Вот. То есть, брак вы не заключали с мужчиной. И это, конечно, очень важный момент, потому что, ну, а, собственно говоря, почему так? А, по какой причине такая история произошла. То есть, вот, вы собираетесь в отношения, да, вот вы живете с мужчиной, с человеком, вот. И вы с ним как бы живете, но как бы это гостевой брак, получается, вот, у вас. С чем связано такой выбор? То есть, это у вас такая форма восприятия себя, это у вас ощущение, что вы не достойны больше, это у вас, опять же, или излишняя формализация отношений, или что, или как. Ну, понимаете, да? Вот. Вот. То есть, это всё очень важный момент, по-самому делу. Для вас. Важный момент. Дальше. 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 Значит, вы говорите, что внешность у вас, ну, как в кино, да? А, это я верю вам, верю, что внешность у вас, как в кино, вот. Но, только, это ни на что не влияет, вот. Понимаете? Это внешность может быть, а вы отталкиваете мужчин. Боитесь, блин, с ними, с ними, с мужчинами, в смысле. Вот. И, как бы, вот, с толку, ну, с толку, что у вас внешность, квартира и так далее. Разве это определяющий фактор? При построении отношений, как вы считаете? Ну, опять же, страны, страны, просто страны, вот, как вы считаете? Как считаете, так, в принципе, и скажите. Да? То есть, я здесь вас не пытаюсь, как бы, к чему-то принудить, да, там, и так далее. Вот. Просто, вот, сами подумайте, подумайте, к чему это про внешность. Вот. Дальше. 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 Наладить отношения, значит, как вы спрашиваете, попытаться стоит. Ну, только обязательно с профессиональной помощью. Вот. А тот, кто вас не отпускает, это ДТП, это перенос ответственности. Потому что, понимаете, вот вы, по факту, да, вы просто жалуетесь на человека, рассказываете про него какие-то вещи, что он такой-сякой, что он, вот, ну, поступает, а, так-то, 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 так-то. Ну, вот. Ну, так, а, по факту-то, что, то есть, мы можем, а, сколько угодно, его, ругать, мы можем, сколько угодно, его не принимать, а, только смысл в этом. Да, то есть, что вам даст. Вот. Скорее всего, ничего. Вот. Поэтому, соответственно, я рекомендую, рекомендую, вот, в первую очередь, обратить внимание именно на, именно на постановку вопроса ваших. То есть, вот, как я воспринимаю человек в качестве кого я его воспринимаю? Вот. Как он мне видится, этот человек, в качестве, в качестве кого? Ага. Ну, и так далее. Правильно? А, где творится? Вот. Вот. Вот это вот то, что вы реально можете сделать, сами. А не жаловаться на него. Вот. Ну, тут опять вот, он, 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 не могу понять его, пишите вы, и так далее. Ага. Ну, и, как бы, что вот вы считаете, что вы сможете понять, а, человек, другого? Нет, не сможете, не получится этого. Вам нужно, а, понять себя, сперва. Ну, это вот, важнее понять себя, понять, что хотите вы, именно вы. А вот уже потом, уже потом, может быть, может быть, после этого, можно будет смотреть и на него. Только так. Никак, никак не по-другому. По-другому просто, будет получаться, снова и снова, вот, то, что, получается, то, что получается. У вас. Вот. Вот. То есть, абсолютно, такая вот, достаточно, деструктивная позиция, да, позиция жертвы, когда от вас мало что зависит. Вот. Когда вы чувствуете, что наносто не влияете, и теряете контроль, и так далее. И так далее. Понятно? По-другому идёт прочее. Дальше. Следующий момент. Следующий момент. Следующий момент. Значит, эм, следующий момент, который хотел бы я затронуть, он касается боли, боли. То есть, вот, то, что вы говорите, что боитесь боли, боитесь того, что, ну, того, что можете причинить друг другу боль. Да? То есть, вы боитесь боли. Это тоже достаточно серьезная такая, ну, проблема, не проблема, серьезная ситуация. Потому что, боли это, боли это нормально, боли это, есть обратная связь от жизни. Вот. И боли это, эээ, ну, не симптом, да, это сигнал. Это сигнал о том, что в вашей жизни что-то происходит. Что-то, что нужно, ну, менять. Вот. И боясь боли, вот, боясь боли, не позволяя, ээ, боли, значит, ну, не позволяя боли быть, не позволяя боли, ээ, находиться, ээ, ну, вот, в зоне вашей, ээ, реальности. Вот, вы, вы, по сути, обрекаете себя на стогнат, на стогнат, на стогнат. Вот. То есть, ээ, боль, боль, ээ, лучше исследовать. То есть, что это значит исследовать? Это значит, вот, мне больно, мне больно, больно. А, почему у меня больно? Какова причина боли моей? Именно моей боли, а с чем? Мне же больно, причем я другой человек, да, допустим. Вот. Вот на это, точнее, это, то, что вам нужно для себя исследовать обязательно. Понятно. Да, надеюсь, о чем я люблю. Жизнь без боли, это, но вы не умеете, не умеете делать, ээ, выводов, из эээ, боли. Не умеете, эээ, идентифицировать, скажем так, боль. Для вас, а для вас боль, это что-то, ээ, обязательно неприятное, что-то страшное, всеми силами пытается из боли избежать. А избегая боли, вы избегаете само себя. Поэтому, соответственно, и история заключается в том, что у вас страх близости. То есть, я боюсь, я боюсь того, что мне сделают больно, вот, ну, потому что, да, например, я узнаю что-то о себе, допустим, это я сейчас фантазирую. Вот. Я узнаю что-то о себе, я подумаю о себе как-то по-другому, буду думать о себе, вот. Ну и в итоге, что в итоге? В итоге, вот те проблемы, которые у вас есть. Поэтому, тут, нужно с ними разбираться, справа. Вот. Вот вы говорите, что мы боимся. Да, вот мы боимся. Ну, кто мы? Кто мы? Кто мы? Что значит мы? Нет, нет, нет никакого мы. Есть вы и, собственно, молод, ну, мужчина, молодой человек, бывший служитель. Нет. И вот вы его боитесь, вы, вы, именно вы. А, так, Татьяна, вы его боитесь. А почему вы его боитесь? Это уже вопрос. Большой. Вопрос. Почему боитесь? Как у вас складывались отношения с мужчинами вообще? Как у вас складывались отношения, может, с папой? Например. Например. Все это вот нужно разбирать. И, разобрав это все, можно прийти по факту, вот, значит, значит, к тому, что, вот, происход, ну, к тому, что между вами происходит. Ну, понятно, да, что это же вот требует определенного усилия над собой. Ну, это все, блин, тут вы каждый друг через друга пытаетесь решить свои проблемы. Значит, вот, смотрите, да, вы пишите, что, значит, он не знает, чего хочет, там, что ему надо, и так далее. Так, а вы, а вы знаете, что вы хотите, что вам надо, и так далее, что такого мужчину слабого выбрали себе? А, может быть, вы не случайно выбрали себе такого слабого мужчину, выбрали себе его подсознательно? Подсознательно, специально, чтобы, ну, было меньше угрозы для вас, например. Может такое быть, чтобы не было угрозы? Чтобы вы вот себя с ним чувствовали, ну, в безопасности. Вот. Может такое быть? Такое быть. Вполне нет. А какой, какой мужчина вам нужен? С каким мужчиной вы чувствовали бы себя хорошо? А с каким мужчиной вы бы не, вы бы не стали, ну, быть? Да? Вот. Смотрите. Важный этот момент? Да. Ну, нужно ли вот на этом заострять внимание? Да. Нужно анализировать свою женскую модель поведения? Да. Нужно. Нужно. Анализировать. Потому что именно от того, какая вы женщина, да, какая вы женщина в отношении, какую роль вы занимаетесь. Именно об этом и зависит, по сути, ваше, ну, будущее. Будущее как, ну, вообще, именно ваше будущее. То есть я не говорю там про вас как про пару. Вот. Я не говорю про вас как про пару, потому что, ну, это уже деталей немного. Вот. Вот так. Я думаю, что можно ответить вам на ваш вопрос. Вот так. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать у них в личку. Буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим. Хочу вам сказать, что мой ответ, да, мой ответ, это, по сути, по сути, это, ну, такой сборник. Сборник того, что я увидел. Вот. Важный текст. Подтвердить, опровергнуть, узнать новую, узнать вас. Что это необходимо? Необходимо для того, чтобы начать с вами работать. Исправлять. Ну и цель, конечно. Ладно, то есть вот. Налаживать отношения, например, говорите вы. А зачем? Для чего отношения налаживаем? Чтобы что? Понимаете? Вот. Это вот очень важный момент на самом деле. Для вас важный момент. Так что, цель, цель. Нельзя в отношениях партнера делать самоцелью. Нельзя. Это именно партнер. Партнеры для движения, для стремления к... Понимаете? Вот. Ну и сожитель это... Сожитель это почти всегда глубинное обесценивание. Внутреннее обесценивание. Да. То есть... Как бы... Вы можете себя сценить, вы можете быть перфекционистом. Но! Но! В глубине души вы себя обесцениваете. В глубине души вы ребёнок. Всё. А вы ещё ребёнок. Вот. Понимаете? Да. Но это тоже корректируется. Это тоже можно... Тоже нужно корректироваться. Удачи вам! Всего доброго! !